Организованная преступность в России давным-давно поставлена на службу Кремлю. И сегодня криминалитет помогает Путину. Например, помогает даже обходить санкции. Как это происходит, мы покажем на примере российского бизнесмена с уголовным прошлым Бориса Ушировича. Участник многомиллиардных коррупционных схем, Уширович объявлен в розыск в России. В России скрывается за границей, но при этом проворачивает для путинского режима схемы серого импорта. Все подробности далее. ОПГ на службе Кремля. Путин обходит санкции с помощью бизнесменов с криминальными связями. И у них же берет деньги на избирательную кампанию. Речь про бизнесмена Бориса Ушировича, который находится в федеральном розыске, но из-за границы наладил вот эту самую схему по поставке в обход санкций в страну телекоммуникационного оборудования. Российский бизнесмен с криминальным прошлым. Участник миллиардных коррупционных схем. Борис Уширович. Занялся бизнесом. Вместе с партнерами основали компанию 15-20, которая стала одним из главных поставщиков РЖД. Они строили железнодорожные пути, осваивали очень много миллиардов. Сегодня этот деятель продолжает оставаться крупным поставщиком для государственной компании «Российские железные дороги», выяснили расследователи издания «Инсайдер». Завозит электронную продукцию НПП ИЦА через Гонконг и Китай, а продает помимо фирмы-платицы другим подрядчикам РЖД. А все потому, что задолго до полномасштабного вторжения России в Украину, а главное до того, как его объявили в розыск в самой России, Уширович успел уехать из РФ и теперь очень ценный кадр для Кремля с несколькими паспортами, который организовывает схемы по серому импорту. Находясь за границей, в Лондоне и на Кипре, Ушировичу, его родственникам и ближайшим сподвижникам удалось наладить схему по обходу санкций для РЖД. Они поставляют телекоммуникационное оборудование. Там бизнес записан на родственника или платится на других доверенных лиц, таким образом просто переправляя подсанкционную продукцию для госкомпаний. Но Уширович не только по завышенным ценам снабжает путинскую железную дорогу подсанкционными комплектующими, но и самого Путина, точнее его, президентскую компанию деньгами. Видимо, теперь так в России выглядят откаты. Буквально в феврале этого года в разгар псевдоизбирательной кампании Путина на счета Единой России поступили 43 миллиона рублей от фирмы ЦРСС, которая оформлена на родственника и бизнес-партнера Ушировича. Это же предприятие в прошлом году перевело 50 миллионов рублей на подконтрольный единороссом фонд «Перспективное сотрудничество». Финансировать, собственно, избирательные такие фонды, закрытые на Единой России, и мы просто проследили там цепочку, допустим, переводят деньги там от компании подконтрольного Шировича, деньги поступают там на счета фонда. Одного фонда, потом они переводятся на счета другого фонда, которым там заведует Олег Матвеевич. Ну, помимо того, что он депутат Госдумы, он как бы политтехнолог единороссовский, то есть он, собственно, ведет эти компании. Вероятно, такие откаты обеспечивают Ушировичу то, что Кремль отдает ему госзаказы от РЖД, вопреки его причастности к коррупционному делу по старым заказам для тех же РЖД, из-за которого он и попал в розыск. Все господряды в РЖД, это еще даже во времена Якунина, они были коррупционные, понятно, что Уширович вместе со своими партнерами освоил не совсем прозрачным образом средства эти миллиарды РЖД, и поэтому Уширович просто платил взятки департаменту антикоррупционного департамента МВД, собственно, полковнику Захарченко, осужденному за взятки. И там даже в деле гурируют просто миллиарды рублей, которые Захарченко получил от Ушировича. Но есть в биографии Ушировича и другие, не менее яркие эпизоды, ведь он выходец из криминаритета и связан с Солнцевской ОПГ. Уширович никогда не скрывал свои дружбы с лидерами ОПГ. Но когда подобное останавливало Путина? Ведь весь российский режим построен на криминале и коррупции. И эта история с Ушировичем еще одно подтверждение, что Кремль погряз в крови, коррупции и черных схемах. А Путин настолько одержим войной, что продолжает отдавать на разворовывание государственные подряды причастным к громким коррупционным делам по бюджетным же заказам.